Ну, буквально несколько дней назад, на той неделе, в конце прошлой недели, Дмитрий Разумков в программе «Народ против» в большом интервью сказал о том, что да, он думает о создании своей политической силы, да, членами его политической силы могут быть те депутаты, которые его поддержали, когда было очень сложно его поддерживать, когда там на них давили, их прессовали и так далее. Поскольку среди тех депутатов, которые вы поддержали, фактически, были и вы, может ли так случиться, что вы станете одним из тех людей, которые будут соратниками Дмитрия Разумкова, когда начнется его политический проект? Это надо спрашивать у Дмитрия Александровича. Ну вот, а ваша позиция? Может такой человек, как Дмитрий Разумков, быть тем человеком, который предложит вам войти в его политическую силу, и вы согласитесь? Вы знаете, я думаю, что Дмитрий Александрович не может, а должен создать свою политическую силу, потому что он действительно был у истоков, и я думаю, что он, как никто, помнит, как все начиналось и как все ярко боролись за вот эту вот идею, с которой мы шли. Более того, я уверена, что он симпатичен, как ни крути нашим гражданам, и за ним пойдут люди, как ни крути. Поэтому ему действительно необходимо не терять время и создавать свой политический проект. Окажусь ли там я? Но это уже от него зависит. Это сложный вопрос. Но я к нему очень хорошо отношусь, и я считаю его одним из топовых политиков, грамотных политиков, которых на сегодняшний момент в украинском парламенте практически нет. Вы очень много говорили и продолжаете говорить, наверное, продолжите о коррупции, о политической коррупции, о коррупции во власти. Почему так случилось, что пришли молодые, совсем другие, не испорченные, вроде люди в парламент, в министерство? Многие же из них пришли по первому разу, но коррупция осталась прежней. И как вы оцениваете власть, как вы оцениваете уровень Кабмина Дениса Шмагаля? Вы знаете, на сегодняшний день вот заходили все-таки... Вот по каким артериям, по каким сосудам бегает эта коррупция? Как она вообще дышит? Ну, это от человека зависит. Ну, не все же там прям на деньгах помешанные, знаете. И я вообще считаю, что чем проще... От человека или от системы? От человека, это неправда. Ну, система с системой, но... Я не хочу хвалиться там, да, но вам, Антон, и я яркий пример. И здесь не в системе дело. Здесь дело в личной позиции, в человеческих качествах. Поэтому говорить, что вот система ломает... Аня, вот приходит новый начальник таможни, например, и, допустим, он честный человек. Может ли он своей честности, да, просто поставить стоп тому, что происходит во многих? Потому что таможня – это огромный организм, который поражен вот этими оклетками раковыми, да, когда мы, там, десятилетиями, начиная от маленьких людей, которые возят сигареты, заканчивая там кабинетами больших чиновников, оно все проникнуто, да, вот этой большой, огромной, колоссальной коррупцией. Может ли один человек... Потому что я знаю истории, когда там человек приезжал в какое-нибудь дунайское пароходство с мыслью что-то самое, ему говорили, если ты отсюда не уедешь через 10 дней, он тебя просто расстреляет. А кто говорил? Ну, местные там какие-то, которые держали, например, это дунайское пароходство. Вы же знаете, что всегда есть местные, которые этим занимаются, и есть там большие там кабинеты, куда это принимают. Ну, как правило, так коррупция функционирует. Ну, смотрите, ставят на такие посты тоже немаленькие кабинеты, и более того, даже заместители, заместители, заместители на таких постах согласовываются. Поэтому если тебя туда ставят собирать дань, то ты должен понимать, что ты идешь не бороться с коррупцией, а собирать дань. Если тебя ставят туда для того, чтобы ты боролся с коррупцией, то, значит, у тебя открыты двери во все правоохранительные органы, и не только. Для того, чтобы ты мог с ней бороться, и для того, чтобы эта дань оставалась в бюджете Украины. То есть получается, что с самого начала люди, которые оставляют все как есть, они, собственно, ставятся для других целей? Если люди оставляют все как есть, значит, они ставятся туда для тех же целей, на которых стояли другие люди до них. Вот и все. И, знаете, нам говорят, вот, мы боремся с коррупцией, мы меняем то, мы делаем то, мы третье-десятое. Да вы с себя начните. Вы, простите, но вы в туалете получаете деньги за голосование. О чем говорить? АПЛОДИСМЕНТЫ